Приветствую вас, друзья, на моём канале Валентина Синема 2. Сегодня у нас 26 ноября, и мы с вами будем смотреть статистику с 26 октября, то есть за месяц. На этом телеграм-канале пара-индикатор Юрий Астафийчук выкладывает ежедневно, сколько зарегистрировалось за сутки новых кошельков. Итак, мы видим 26 октября вот здесь за один день. Общая статистика по кошелькам было плюс новых 11 кошельков. В холд-статусе появилось новых кошельков плюс 20. То есть люди докупают монеты на своей кошельке до 110 тысяч и ставят эти кошельки в холд-статус. Общее количество кошельков в блокчейне призм 870 548 на 26 октября. Опускаемся вниз до 20 ноября и просмотрим, сколько новых кошельков за последнюю неделю. За 20 ноября новых кошельков было плюс 43. В холд-статус 1 кошелёк. За 21 новых кошельков 13. 22 число 32 новых кошелька. 23-е 15 кошельков. 24-е плюс 12. 25-е плюс 34 кошелька. Ну, за 26 число Юрий выставит статистику где-то к 12 часам ночи. А теперь давайте отнимем 871 215 равно. То есть за месяц в блокчейне призм прибавилось 667 кошельков. Разделим на 30 дней и у нас получится в среднем 22 кошелька в сутки. И заметьте, в призм нет никаких реферальных ссылок. Люди узнают о технологии призм через интернет и через своих знакомых. Стараются как можно детальнее изучить, вникнуть в суть этого продукта и принимают уже самостоятельно осознанные свои решения. Теперь давайте посчитаем, сколько за этот месяц поставили кошельков в холд. На 25 ноября в холде находится 7932 кошелька. Поднимаемся вверх на 26 октября и отнимаем 7520 кошельков. Равно за месяц в холд статус поставили 412 кошельков. Мы с вами понимаем, что это осознанные инвестора, которые решили иметь пассивный доход. И они прекрасно понимают, что это не на короткий срок. Также под этой статистикой Юрий выкладывает и еще одну статистику. Сколько монет со всех кошельков поступило на все биржи. То есть за 26 ноября на биржу поступило 2 818 819 монет. А вывели с биржи 3 844 820 монет. А теперь давайте введем в калькулятор то, что вывели с биржи 3 844 820 монет. И отнимем то, что ввели 2 818 819. Равно. То есть с биржи вывели на свои кошельки за сутки 1 026 000 одну монету. Вот из этой статистики можно сделать вывод, что с каждым днем комьюнити призм расширяется и довольно быстрыми темпами. И монеты с бирж закупают в приличных количествах. Это происходит потому, что маркетинг в призм для пассивного дохода стал намного интереснее и привлекательнее. А самой главной мотивацией за последнее время служат, конечно же, новые ролики и статьи о уникальности технологии блокчейна призм. На сегодня этой технологии нет аналогов. Никто еще не созрел создать продукт для электронного перевода криптоактивов без посредников и без доверительного управления. Заметьте, для всех держателей кошельков на 100%. На разработку этой технологии никогда не собирали средства. Нам дали готовый инструмент для пользования с возможностью еще и увеличивать свои активы за счет парамайнинга, гибридного майнинга и холд периода. И эта система работает безукоризненно уже более 5 лет. Сейчас я не буду рассказывать о преимуществах блокчейна призм, так как недавно я записала вот это видео, в котором подробно разложила по полочкам о всех тонкостях и достоинствах программы для EVM призм. Если вы не подписаны на мой канал, подписываемся и нажимаем вот тут под роликом на слово «Еще». Открывается полное описание. Вверху вы видите все ссылки на офф-ресурсы и на биржи с ссылками на обучающие ролики. Вот тут вы видите поминутную разбивку на темы в этом видео. Опускаемся в самый низ и вот тут мы видим эпизоды. Что такое одноранговая сеть, децентрализация, анонимность. Нажимаем на эту стрелочку. Что такое безопасность, Proof of Stake. Дальше все про ноду. Что такое генезис, гитхаб, понятие кошелек, как создать кошелек за одну минуту, как пополнить кошелек. Просмотрите обязательно вот этот раздел «Самостоятельное восстановление блокчейна без вмешательства разработчиков». Дальше все о парамайнинге. Преимущества холд-периода. Как поставить монеты призм в холд. Что такое красная и зеленая зоны. Среднегодовая прибыль в холде. Интеграция призм в бизнес. И далее маркетинг. Вы всегда можете нажать вот здесь на время выбранной вами темы. И вас сразу же перебросит на ту тему, которую вы выбрали. На этом у меня все. Всем удачи. Не забываем нажать на пальчик вверх и поделиться. И конечно же не забудьте оставить свой комментарий. Продолжение следует.